Айгуль Стамбекова Акемат области остро чувствуется нехватка медицинских работников. Для решения данной проблемы Акимат области предлагает квалифицированным специалистам социальную поддержку. В рамках которой после заключения трудового договора врач обязуется отработать в медицинском учреждении не менее 5 лет. В этот соцпакет входит и выплата денежных средств в размере 10 миллионов тенге для медработников из сельской местности. А для жителей и городов районного значения эта сумма составит 5 миллионов. Тогда как заработная плата будет начисляться в размере около 1 миллиона тенге. Сегодня состоялось 14 заседание постоянной комиссии и внеочередная сессия депутатов Маслихата области Житусу. Одной из основных важных тем, поднятых нами, является установление единых правил водопользования в нашем регионе. И вопрос единовременной оптовой выплаты в медицинским и фармацевтическим работникам, направляемых на работу в сельскую местность и города районного значения. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся аномастики. В соответствии с рекомендациями комиссии, принято решение дать название улицам небольших районов и перегородных поселков областного центра. Стоит отметить, что внесены изменения и в состав постоянных комиссий при Маслихате области. Другим немаловажным вопросом стало изменение и установление границ города Жаркент и сельских округов Берлик, Талды, Улькеншиган и Шалакай Панфиловского района. Земли сельскохозяйственного назначения на территории города Жаркент будут переданы вышеуказанным сельским округам, а часть земель войдут в границы города, на которых будут построены деловые объекты и инфраструктурные комплексы. Также изменения коснутся и жилых массивов областного центра. Так, согласно решению аномастической комиссии, теперь улицы, ранее не имевшие названия, наконец-то их обретут. Вынесенные на голосование все эти вопросы были единогласно поддержаны депутатами Маслихата. В завершении сессии народными избранниками была представлена информация о проекте «Сапалы-Оным», который будет осуществлять деятельность в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между Департаментом торговли и защитой прав потребителей области ЖТСУ и областным Маслихатом. В городе Талдыкурган состоялось собрание Общественного совета области ЖТСУ. В ходе встречи был утвержден план работы организации на 2024 год. В мероприятии приняли участие руководители областных и городских управлений. Они выступили с докладами, в которых изложили проблемные и актуальные вопросы. Также они поставили перед общественными деятельными цель до конца текущего года – совместно исправить все недоработки. Наряду с этим подробно обсуждался и вопрос регулирования использования водных ресурсов. Тему раскрыл руководитель Департамента экологии области ЖТСУ. Напомним, что всего в регионе деятельность осуществляет 8 районных, 2 городских и 1 областной общественный совет. Всего в 2023 году мы провели 12 седаний Общественного совета. Также было организовано 18 поездок в районах, где проводилась мониторинговая и консультативная работа. Мы разъяснили районным общественным советам новый закон об общественном контроле, который был утвержден в декабре прошлого года. В текущем мы планируем продолжить подотворную работу и надеемся на сотрудничество с соответствующими ведомствами. Кадры решают все. Именно это истинно и руководствуются сотрудники прокуратуры, Департамента экономических расследований и антикоррупционного ведомства, объявляя очередной набор на службу. Правда, для этого придется пройти специальное обучение, о чем спикеры и сообщили представителям СМИ во время очередного брифинга. Первичная профессиональная подготовка проходит в течение полугода. На этот период кандидаты на службу обеспечиваются стипендией в размере 40 532 тенге, а также местом в общежитии. Для участия в отборе претенденту необходимо заполнить онлайн-анкету в соответствии с регионом проживания. Основные требования – иметь гражданство Республики Казахстан в возрасте от 18 до 35 лет. Наличие высшего образования обязательно. После окончания обучения трудоустройства гарантирована стартовая минимальная заработная плата 156 тысяч тенге. Осуществляется конкурс по подготовке специалистов в органы экономических расследований. В данный момент осуществляется прием документов до 25 февраля по подготовке специалистов в органах экономических расследований на должности следователей, оперуполномоченных и криминалистов. Обучение будет составлять 6 месяцев. Качество и безопасность в приоритете. Специалисты санитарно-педагогического контроля проверяют организации питания для детей. В прошлом году специальные рейды были проведены на порядка 50 объектах и практически во всех учреждениях выявлены нарушения. Об этом стало известно в ходе брифинга для представителей СМИ. С целью повышения качества питания и соблюдения санитарных требований проводятся также профилактические разъяснительные мероприятия. Начиная с февраля текущего года в области ЖТСУ будут организованы рейды на объектах питания с участием специалистов-санэпидемиологов и сотрудников прокуратуры. Им подлежат все буфеты и столовые и крестовых регионов под особым контролем объекты, на которые поступили жалобы. В целом проверяющие будут уделять внимание условиям производства, водоснабжения, вентиляции и, конечно, ознакомятся с меню. Ведь питание школьников должно быть качественным, сбалансированным и витаминизированным. Тем более, учитывая тот факт, что с этого учебного года все учащиеся младших классов питаются в школах бесплатно за счет государства. Стоит отметить, что нарушители будут привлечены к административной ответственности. За нарушение требований санитарных правил на мотивах гигиенических нормативов предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Это 425-я статья Кодекса об административных правонарушениях. Штраф на физических лиц это 30 МРП, на субъектов малого бизнеса и должностных лиц это 210 МРП. В случае выявления повторного или в случае возникновения какого-то инфекционного заболевания, здесь уже, конечно, может вплоть до уголовного дела возбуждаться и выявление. В случае, если есть факты, конечно, будут приниматься уже совсем более жесткие меры. Тройная радость. В Талдыкургане появилась на свет тройня. Сегодня многодетную маму и ее малышей выписали домой. Под наблюдением врачей в областном перинатальном центре они провели больше месяца. Счастливых родителей встречала большая дружная семья. Как себя чувствуют новорожденные малыши и их мама узнавала наша съемочная группа. Самал Аманжолова не скрывает счастливых глаз. На своих любимых малышей она смотрит с огромной любовью и трепетом. Появление на свет этих детей семья ждала долгих 10 лет. После рождения старшей дочери Зере у супругов не получалось забеременеть повторно. Пришлось воспользоваться процедурой ЭКО. Но даже тогда Самал и ее муж Ярнур не предполагали, что обретут тройное счастье. Надеялись лишь на рождение второго ребенка. Рождение тройной – это неожиданность, это чудо, как говорится. Господь, чудо сделано. Спасибо, благодарно Аллаху. Долгожданно мы с мужем планировали, на ЭКО решились. Два года лечились и решились. Это вторая попытка была с ЭКО. Спасибо врачам. Малыши появились на свет раньше срока. Оперативные роды были экстренные и сложные. Во время кестрево-сечения у роженицы поднималось давление. Медики перинатального центра сделали все, чтобы спасти жизнь мамы и ее малышей. У нас в роддоме родилась тройня в сроке 30 недель, 5 дней. Дети родились недоношенными. Получается, два мальчика, одна девочка с весом 1,8 кг и 1,4 кг. Но дети после родов сразу оказались в реанимации, так как дети недоношенные. Состояние было тяжелое у детей. Дети лежали на аппарате. Но через три дня мы детей сняли с аппарата. Все лечебные мероприятия провели и перевели на второй этап выхаживания. Сейчас состояние у детей удовлетворительное, но они готовы к выписке. Сегодня счастливая мама искренне благодарит всех врачей, которые помогли появиться на свет ее малышам. На протяжении месяца заботились о них. Родители тройняшек дали детям созвучные имена – Зейнеп, Зейн и Зейну, проявив таким образом благодарность медикам. Мы решили назвать детей в честь врача, которая спасла им жизнь. Мы с мужем подумали и решили в честь Зейни Грюбисинга Ливны. Во время операции, когда меня на стол положили, у меня очень большой страх был. Я очень сильно боялась. Я уже думала, я встану с этого стола или нет. Она как-то все спокойно. Сначала она мне все объясняла, мотивировала. Я как-то все успокоилась на этом. Я очень благодарна. Я всем врачам благодарна. В прошлом году в области ЖТСУ появилось на свет более 13 тысяч новорожденных. Уже в этом году в регионе родилось около тысячи малышей, в том числе три двойни и одна тройня. Надежда Белова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. И себе, и людям. Зелень круглый год намерен поставлять на столы жителей областного центра Тады Курганец в Багдад Нургалии. Предприимчивый мужчина долгое время изучал меры государственной поддержки, которые помогли бы ему в открытии собственного дела. Воплотить его идею в жизнь поможет программа Аула Монаты. В ближайшее время Багдад готовит документы, которые ему необходимы. Темы продолжит наш корреспондент. Тепличный комплекс житель села Еркан Багдад Нургали построил на собственные средства. По словам предпринимателя, открытию бизнеса поспособствовала пандемия коронавируса, когда в разгар эпидемии стоял жесткий запрет на передвижение и по населенному пункту, и по регионам. Тогда и родилась идея зарабатывать деньги, не выходя из дома. Багдад взялся за лопату и принялся возделывать землю. В тот период было очень сложно что-то заработать. Тогда мы с моим братом решили построить теплицу. У нас было всего 10 соток. Когда получили первый урожай, а затем и первую прибыль, пустили эти деньги на решение дела. На становление собственного бизнеса Багдад Нургали затратил 80 миллионов тенге. Доход не бывает без потерь, резюмирует мужчина. Ведь в этой теплице выращивают огурцы голландского сорта. Каждый сезон ежедневно здесь собирают около 700 килограммов урожая. По словам предпринимателя, зимой теплица даёт от 80 до 100 килограммов огурцов. Летом земля отдыхает. Сейчас в тепличном комплексе трудятся шесть рабочих. Все они обеспечены бесплатным жильём. Я работаю здесь уже два года. Зарабатываю мы получаем вовремя. Я зарабатываю 180 тысяч тенге в месяц. Прошло 10 дней с тех пор, как мы посадили рассаду. Сейчас мы занимаемся её подкормкой. А когда ростки немного подрастут, мы будем их привязывать. Сбор урожая планируем начать примерно уже через 20-25 дней. Семейный бизнес даёт неплохие доходы. Чтобы его развивать и дальше, Багдад Нургали планирует в этом году принять участие в программе Аула Маната. Мужчина намерен приобрести современное оборудование, необходимое для тепличного комплекса. Дело остаётся за малым. Сейчас предприимчивый бизнесмен занят оформлением документов. Вода – источник жизни. Вот уже на протяжении многих лет жители села Коберлик вынуждены брать питьевую воду из единственного пресного колодца. Конечно, в селе есть ещё скважины, но вода в них с солоноватым привкусом и абсолютно непригодна для питья. Сейчас в Коберлике проживает порядка 150 человек. А самая главная проблема сельчан – отсутствие питьевой воды. Этот вопрос уже пытались решить. В 2012 году фирма «Айка» установила здесь водонапорную башню. Именно тогда жители смогли вдоволь насладиться пресной водой. Но, как говорится, недолго музыка играла. Питьевая вода вновь стала солёной. Причина – ошибка подрядчиков, пробуривших скважину в местах залежи солонца. В прошлом году приезжали, копали. На каждом участке искали воду. Попробовали поставить фильтр, но он уже через неделю вышел из строя. Ещё одна попытка поиска пресной воды была предпринята в 2023 году. В шести точках были проведены буровые работы, на которые было выделено свыше 180 миллионов тенге. Однако, из-за высокого содержания соли, запасы пресной воды так и не были обнаружены. В этом году планируется продолжить изыскательные работы. Если на это выделят средства, то будет пробурён ещё ряд скважин в нескольких точках села Кобберлик. Договорились с руководством области. Выделены средства. Теперь будем брать специальный водоочиститель и установим его в этом году. Надеемся, что проблема будет решена, и вода станет пригодной для питья. Всего в Каратальском районе 35 населённых пунктов. На сегодняшний день 33 из них обеспечены чистой и, самое главное, пресной питьевой водой. Оставшиеся два села продолжают ждать решения проблемы. Антон Хатиновский, Ерке Булан, Жакобай, Мадибай Басынов, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. По установленным нормативам бытовые газбаллоны подлежат проверке каждые два года. Однако многие граждане, использующие их бытуб, попросту игнорируют данное требование. По информации специалистов, в области ЖТСУ насчитывается порядка 200 тысяч газовых баллонов. При этом срок использования половины из этих ёмкостей превысил 30-летний рубеж, что, несомненно, несёт потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. В проблеме разбиралась наша съёмочная группа. К сожалению, подобных ситуаций немало. Если по стандартам использования газовых баллонов в многоквартирных домах разрешено только на первом и втором этажах, жильцы высоток, зачастую игнорируя это требование, устанавливают газовые ёмкости даже на шестом этаже. При этом никто из граждан не берёт на себя ответственность за безопасность людей. Как показал анализ, многие домовладельцы попросту не владеют информацией, что газовые ёмкости необходимо проверять каждые два года. Нет, мы не знали об этом. Нам привозят уже заполненные баллоны, мы даже не задумывались об этом. Мы не знаем, что нам привозят. В области ЖТСУ за последние пять лет произошло 12 случаев, связанных со взрывом газа. При этом пострадал 31 человек, двое от полученных травм скончались. В прошлом году было зафиксировано пять подобных фактов. Один человек погиб, десять получили различные телесные повреждения. В целях предупреждения о повторении трагедии сотрудники ЧАЭС и отдела жилищной инспекции провели специальный рейд по многоквартирным домам. Каждому владельцу жилья были разъяснены меры предосторожности. Это связано с тем, что в Талдыкургане из более чем 800 многоквартирных домов около 300 ещё не подключены к природному газу. А в качестве альтернативы граждане используют электрические плиты и газовые баллоны. Граждане, использующие в квартирах газовые баллоны, обязаны обеспечить техническую исправность ёмкости и безопасность для окружающих. Также запрещается заправлять бытовые ёмкости на автогазовых заправках. Наряду с этим мы советуем жильцам многоэтажных домов подключиться к природному газу. В области ЖТСУ есть только одно учреждение, занимающееся проверкой и ремонтом газовых баллонов. Это корпорация ЖТСУГАЗ. Организация работает с 70-х годов прошлого века и за сутки поставляет потребителям до 600 тонн голубого топлива. Предприятие не только снабжало регион газом ещё с советских времён, но и отвечало за сохранность специальных баллонов. Однако сегодня мастерская пустует, так как многие горожане, пользующиеся газовыми баллонами, не спешат вести их на проверку. На сегодняшний день в Талдыкургане возросло количество частных компаний, занимающихся реализацией газовых баллонов. При этом запретить им вести свою деятельность мы не можем. Как вы видите, в основном они реализуют газ вот в таких ёмкостях. А когда содержимое заканчивается, на дне баллона оседают тяжёлые металлы. И их количество увеличивается с каждой заправкой. Вот поэтому такие ёмкости нужно проверять и чистить каждые два года. Помимо правил эксплуатации газовых баллонов, существует и ряд требований по их заправке. Одно из которых – объём заполненной ёмкости не должен превышать 85%. Иначе из-за повышения давления баллон попросту может взорваться. И это лишь одна из причин происходящих аварий с газбаллонами. Когда заправляют баллоны газом, никто не учитывает осадок внутри ёмкости. Некоторые заправщики, так сказать, до горловины заполняют баллон топливом. А клапаны не всегда выдерживают внутреннее давление и начинают пропускать. Поэтому во многих жилых домах всегда присутствует запах газа. А взрывы баллонов в основном происходят в частных столовых, забегаловках, где в основном такие баллоны и используются. Самое крупное происшествие в Казахстане из-за взрыва газового баллона произошло в 1998 году в городе Караганда. Тогда был разрушен целый подъезд, погибли 14 человек. В 2014-м похожая трагедия случилась и в Алматинской области. От полученных травм скончались семь жильцов. К сожалению, список пострадавших продолжает расти. Причём из-за халатности самих граждан. Вот поэтому специалисты настоятельно просят жителей региона не игнорировать проверку газовых баллонов. Ведь от правильного решения зависит не только ваша, но и жизнь ваших близких. Согласно информации, полученной из социальных сетей, молодые люди устроили массовую драку, которая привела к перестрелке прямо в центре города Талдыкурган. Полицейские задержали подозреваемых и уже установили виновников инцидента. По словам сотрудников правоохранительных органов, среди участников драки пострадавших нет. Департамент полиции области начал досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. По словам правоохранителей, подобные инциденты недопустимы, они создают угрозу общественной безопасности. Полиция области призывает к соблюдению законов и мирному разрешению конфликтов, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. Полицейские установили виновников драки. Среди участников конфликта пострадавших нет. С назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование. Мужчина погиб на стройке в Кокшетау. Четыре филиала зарубежных вуза откроются в Казахстане. Забрались в дом в масках. Полицейские провели задержание сразу в трех городах Казахстана. Подробности в сегодняшнем обзоре республиканских новостей. В Кокшетау на территории недостроенной многоэтажки произошел пожар. Сообщается, что возгорание случилось на территории строящегося многоквартирного жилого дома в сторожевой железной будке. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 10 человек личного состава и две единицы техники ДЧС. На месте возгорания был обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина – несоблюдение норм пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Еще четыре филиала иностранных университетов откроют в Казахстане в этом году. Речь о вузах Гонконга, Пенсильвании, Ташкента и России. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он напомнил, что 12 филиалов престижных зарубежных университетов уже работают в нашей стране. Глава ведомства также отметил, что скоро в России открывается филиал казну имени Аль-Фараби. Предполагаемых участников преступной группы задержали стражи порядка. Подозреваемых ловили сразу в трех городах страны. Сообщается, что неизвестные в медицинских масках проникли в дом к местной жительнице и нанесли телесные повреждения. А также сорвали с нее золотые изделия на общую сумму 650 тысяч тенге. Сейчас все пять предполагаемых преступников находятся под арестом в изоляторе временного содержания. За совершение тяжкого преступления им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. В Техасе в отделение неотложной помощи влетела машина, есть пострадавшие. На золотодобывающей шахте в Турции из-за оползня под завалами оказались рабочие. Мощный взрыв произошел на газопроводе в Иране. Обо всем этом в сегодняшнем обзоре зарубежных новостей. Десять человек пострадали, один погиб в результате ЧП в Техасе, где в отделении неотложной помощи медцентра Сент-Девиса на полном ходу въехал автомобиль. Сообщается, что происшествие случилось в Остине, а умышленный ли это инцидент, разбирается местная полиция. Губернатор провинции Хамза Айдоглу заявил о том, что на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны произошел обвал, под которым остались рабочие. Уточняется, что управляющая шахтой компания подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами. На главной линии газопровода в центре Ирана в городе Боруджен произошел взрыв и последовавший за ним пожар. Информации о возможных пострадавших пока нет. Сообщается, что мэр города Боруджен Фатах Карими отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа. По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратилась. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов Таким был день сегодняшних глазами наших корреспондентов. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова